Осталось чуть более недели до нового года, кто тоже вовсю выбирает подарки и готовится к праздникам, а мы же записываем новый видос. Сегодня у нас на обзоре одна из самых скачиваемых игр, а также чемпион по количеству комментариев типа «Обновите быстрее мод, там новая версия вышла!» И всё это Brawl Stars. Вы на канале Альфа Андроид Геймс и мы начинаем. Вот мы и добрались до всеми вами любимой игры, и каким бы подробным мы не пытались сделать обзор на неё, уверены, что вы разбираетесь с ней намного лучше. А если вы не играли в Brawl Stars совсем, то давайте взглянем на игру глазами новичка. И первое куда мы попадаем, это обучение. Здесь всё стандартно. Показали какие кнопки за что отвечают, научили бегать, стрелять и использовать суперумения. А также напомнили, что заряды не бесконечные и нужно ждать их восстановления. Но если вы уже и так про, то данное обучение можно смело пропускать. Теперь, когда вы выбрали себе иконку и придумали крутое имя, самое время отправиться в первую битву. И здесь нас опять ожидают боты. Вот только теперь учить вас будут настоящие битвы и тому, что там нужно делать. Кстати, по поводу режимов. Их в игре хватает. Здесь вам и командные битвы за кристаллы, и настоящая королевская битва. А также много чего ещё. Однако, чтобы их все разблокировать, придётся постараться. После того, как вы прошли всё обучение, можно наконец-то расслабиться и жать те кнопки, которые хочется, а не те, которые заставляют. Так что, если вы ещё не забрали награды, скорее открывайте пункт «Путь к славе» и собирайте бонусы, что там доступны. «Путь к славе» — это такой себе аналог уровней, за прокачку которых вы будете получать награды. Не путайте его с боевым пропуском, ведь последний здесь также присутствует. «Баттл пасс» здесь вполне стандартный. Даётся в двух видах, как платный, так и бесплатный. Конечно, стоит ли упоминать, что в платном награды куда лучше. Однако, не спешите обвинять разработчиков в жадности. Халявы в игре тоже хватает. Так, к примеру, сейчас за привязку аккаунта вы можете получить скин «Барли волшебника». Теперь самое время отправиться в первую битву. Против реальных игроков, а не против ботов. В самом первом режиме вы будете сражаться за кристаллы, что появляются по центру арены. Побеждает та команда, которая будет иметь больше кристаллов в конце раунда. А учитывая, что они выпадают при смерти и складывать их никуда нельзя, победить будет очень непросто. Ведь даже побеждая весь раунд и умерев под конец, вы вполне можете проиграть. По мере игры вы сможете покупать или получать бесплатно различные ящики и награды. С ящиков будут падать монеты, кристаллы и персонажи. А вернее карты персонажей. Если карты получены в первый раз, то вы разблокируете персонажа, что на них нарисован. Если же он у вас уже есть, то собирайте карты, чтобы его улучшить. Это повышает параметры героя и делает его сильнее. Герои, кстати, делятся на несколько типов. Здесь вам и герои-убийцы, и танки, и даже персонажи поддержки. При этом у каждого свой тип атаки. Кто-то стреляет далеко, кто-то наносит урон массово, а есть и те, кто сражаются кулаками, практически в упор. Выберите то, что нравится вам, и не забывайте отыгрывать свою роль в команде. Помимо всего прочего, у героев есть своя редкость. И здесь начинается самое сложное. Чтобы разблокировать обычных героев, особо стараться не нужно. Их вам будут давать постоянно. А вот чтобы дойти до легендарных, предстоит постараться. А про их улучшения я вообще молчу. Ведь накопить десяток другой карт будет очень непросто. Конечно же, играть в одиночку скучно. Поэтому Brawl Stars позволит вам собрать не только друзей, но и целые кланы. Кстати, они нужны не только чтобы общаться, а чтобы принимать участие в различных мероприятиях, таких как клановые битвы и прочее. Лично от себя хочу добавить, что не являюсь фанатом такого типа игр. Однако Brawl Stars зашел довольно неплохо. Ведь она довольно простая, и на раунд не требуется слишком много времени. Так что вы вполне можете играть в нее, пока едете в метро. Удачных вам каток, тащите как про, а мы пошли пилить следующий выпуск. С вами был канал Альф Андроид Геймс. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!